Продолжаем рассматривать раздел 2 дисциплина механика грунтов основания и фундаменты для профессионального обучения у нас сейчас девятый вопрос реологические свойства грунтов и их учет Экспериментальные данные о реологических свойствах грунтов Реологические модели Линейная теория наследственной ползучести Учет деформации ползучести при сдвиге Расчет осадок с учетом ползучести Экспериментальные данные о реологических свойствах грунтов В рассмотренной ранее схеме работы основания фундамента учитывались общие деформации и осадки при данной нагрузке без учета характера их нарастания во времени. Представим теперь, что для каждой ступени нагрузки фиксируется развитие осадки во времени. При этом в зависимости от общей нагрузки возможны следующие случаи. На слайде рисунок развития осадки во времени при различных нагрузках. При небольших нагрузках P1,2, как видно на рисунке, менее P начальным, кривые зависимости осадки от времени, S равна Ft, быстро выполаживаются, то есть скорость нарастания осадки уменьшается, приближаясь к нулю. При росте нагрузки в пределах P начальная менее P с индексом N-1, мини-р, кривая S равна Ft, вначале имеет такой же характер, как в предыдущем случае, но затем скорость нарастания осадки становится постоянной. Константа. То есть зависимость S равна Ft будет линейной. При еще больших суммарных нагрузках P с индексом N, кривая S равна Ft включает участки 1-го А, B и 2-го В, C типов, а затем интенсивность нарастания осадки резко увеличивается, что соответствует переходу основания в стадию разрушения. Во всех трех случаях имеет место некоторая начальная осадка S с индексом H равна ОА, протекающая довольно быстро по отношению ко всему времени деформации. Ее называют условно-мгновенной, она зависит от величины нагрузки. Если основание сложено водонасыщенным грунтом, то основной причиной развития деформации во времени после приложения нагрузки является фильтрация воды в порах под действием возникающей разности напоров. Она приводит также к перемещениям твердых частиц скелета грунта, что уже связано с проявлением их реологических свойств. Но деформации ползучести, оказывая влияние на фильтрационную консолидацию, продолжаются и после ее окончания, когда давление в порах грунта рассеивается. Поэтому для водонасыщенных грунтов, показанные на рисунке, осадки обусловлены эффектом консолидации, фильтрационной, первичной и вторичной, связанные только с деформациями ползучести в чистом виде. Важно, что и для последних, три указанные и проиллюстрированные на рисунке, случаи имеют место. Ползучести имеют название «затухающий или установившийся и незатухающий или прогрессирующего течения», при которой ДС-ДТ стремится к бесконечности. Рассмотрим основные установленные опытами закономерности деформации ползучести при сжатии и сдвиге. Ползучесть грунтов при сжатии проще всего изучать компрессионными испытаниями тонких образцов не водонасыщенных глинистых грунтов. Возникающее при этом поровое давление малое и проявляются свойства ползучести скелета грунта. Быстро протекающую часть деформации относят к мгновенной, а остальную к деформации ползучести. Обычно испытывают несколько одинаковых образцов, нагружая их различными, не изменяющимися во времени нагрузками. В зависимости от свойств грунта длительность опытов может исчисляться неделями, месяцами и даже годами. На слайде рисунок. Кривые ползучести с углинка. Ползучесть при таких испытаниях, как и при всестороннем гидростатическом сжатии, всегда затухающая. Как показали многочисленные эксперименты, в кривые ползучести удовлетворительно описывается уравнение. На слайде уравнение 10.1, где Е с индексом 0 – начальный коэффициент пористости, А с индексом 0 – коэффициент мгновенной сжимаемости, АЛ – коэффициент сжимаемости во времени с учетом ползучести, АЛ – коэффициент с единицей параметра ползучести. Выражение 10.1 можно записать для деформации в виде выражения 10.2 на слайде. Из 10.2 видно, что при t, равном 0, получаем мгновенную деформацию. Выражение 10.3 на слайде. Чем меньше значение параметра коэффициент единица, тем медленнее развиваются деформации ползучести. При значениях коэффициента единицы, стремящемся к бесконечности, получаем выражение 10.4 на слайде. То есть выражение для обычной спрямленной компрессионной кривой с коэффициентом сжимаемости А с индексом 0 плюс А с индексом 1. Оно справедливо также для закончившейся стабилизированной деформации при t, равном бесконечность и любом значении параметра ползучести. Из выражения 10.2 следует, что если построить графики ползучести неводонасыщенного грунта в полулогарифмической системе координат при различных давлениях, то будет получена серия прямых с разным наклоном. Это мы рассматривали на рисунке 10.3. Будем рассматривать. Следовательно, полученные зависимости для деформации ползучести можно описать уравнением вида 10.5 на слайде, где B с индексом IP параметры ползучести, рассматриваемые по прямой при данном давлении. Например, при t1 из рисунка 10.3 получаем выражение 10.6 на слайде. Для водонасыщенных глинистых грунтов деформации ползучести развиваются главным образом после окончания фильтрационной консолидации. Объективно его можно установить, фиксируя степень рассеивания порового давления или рассматривая изменение скоростей деформации. Нужно также отделить начальную или мгновенную деформацию от фильтрационной, то есть установить момент начала фильтрационной консолидации. Для решения этих задач можно использовать графические приемы Тейлора. Для определения деформации, соответствующие началу фильтрационной консолидации и Казагранде для определения времени окончания фильтрационной консолидации и соответствующей деформации. Приемы эти исходят из анализа экспериментов и основаны на представлении результатов опытов координатов на рисунке 10.4. Вот мы ранее говорили о рисунке 10.3, он представлен на слайде. Это кривые для ползучести в полулогарифмических координатах. Параметр ползучести определяется для участка вторичной консолидации выражения 10.7 на слайде, где Т с индексом В это время окончания фильтрационной консолидации. Вот он рисунок 10.4. Представление графика консолидации водонасыщенного грунта. А. Определение В с индексом ОЕ и Б. Определение ЕВ и ТВ. Рассмотрим ползучесть при сдвиге и связанную с ней длительную прочность грунтов. Как и при сжатии, в момент приложения нагрузки, здесь постоянных касательных напряжений, отмечается быстрое нарастание деформации сдвига, рассматриваемой как условно-мгновенное. Далее идет медленное нарастание деформации ползучести. В зависимости от величины приложенных касательных напряжений, для сдвига также может иметь место затухающая, установившаяся и прогрессирующая ползучесть. Действительно, пока напряжение малое, скорость деформации уменьшается, стремясь к нулю. Рисунок 10,5. А напряжение Т1. При некотором напряжении Т2 затухающая ползучесть переходит в установившуюся, а при еще большем Т3 установившаяся ползучесть при Т равном Т3 переходит в прогрессирующую, что приводит к разрушению грунта. Чем больше напряжение, тем быстрее наступает разрушение. По опытным данным такого типа можно построить график зависимости разрушающих касательных напряжений от времени. Рисунок 10,5. Этот график называется кривой длительной прочности грунта. Асимптатическое значение, которому приближается кривая при Т, стремящемся к бесконечности, называют предельно длительной прочностью грунта или пределом длительной прочности. Прочность, получаемую при обычных относительно кратковременных лабораторных испытаниях, называют стандартной. Она близка к условно-мгновенной прочности. На слайде рисунок 10,5. Ползучесть при сдвиге А и кривая длительной прочности В. Остановимся еще на явлении релаксации напряжения. Если быстрым загружением придать образцу грунта некоторую деформацию и закрепить его в таком состоянии, чтобы деформация не изменялась, то с течением времени напряжения в грунте уменьшаются. Процесс уменьшения, расслабления напряжений обусловлен медленной внутренней перестройкой сложения грунта с разрушением одних связей и возникновением других. То есть релаксация имеет ту же природу, что и ползучесть. По результатам опыта можно построить кривую уменьшения напряжения во времени. Рисунок 10,6 на слайде. Причем некоторая часть первоначального мгновенного напряжения сохраняется в течение очень длительного времени. На слайде показана кривая релаксации. Рассмотрим реологические модели. Для наглядного выявления и описания закономерности ползучести удобно использовать реологические модели. Они применяются также для вывода от соотношений, связывающих напряжение, деформации и их скорости. Такие соотношения называются уравнениями состояния. Реологические модели составляют из простейших моделей элементов, отображающих определенное фундаментальное свойство грунтов. Такие элементарные модели по существу уже использовались ранее, отображая упругие модель Гука, пластический модель Кулона и вязки, модель Ньютона, свойства грунтов. Они лежат в основе теории линейно-деформируемой среды, предельного равновесия и теории фильтрационной консолидации грунтовой массы. На схемах перечисленные модели изображаются пружиной, элементом трения и демпфером, цилиндром, заполненным вязкой жидкостью, в которое может перемещаться дырчатый поршень. Рисунок 10.7. Закономерности деформирования этих элементов имеют хорошо известный вид. Для упругого элемента это закон Гука, выражение 10.8 на слайде. Для пластического элемента коэффициент равен 0 при t меньшем t с индексом 0, то есть деформация отсутствует, пока напряжение не достигло некоторого предела, а далее неограниченно нарастает. На слайде рисунок 10.7. Простейшие модели элементы. А. Модель Гука, B модель Кулона, V модель Ньютона. Для вязкого элемента соблюдается пропорциональность напряжения и скорости деформации, то есть мы получаем выражение 10.9 на слайде, где коэффициент вязкости это динамическая вязкость. Различные комбинации приведенных элементов позволяют отобразить некоторые реологические свойства грунтов. Соединяя упругие и вязкие элементы последовательно и параллельно получаем, соответственно, модели Максвелла и Кельвина. Рисунок 10.8 на слайде, которые обе являются вязкоупругими, но деформируются во времени по-разному. Выясним это различие. На слайде представлены реологические модели Максвелла, А, Кельвина, Б, Бенгама, Шведова, В и вязка упруга пластическая, Г. При последовательном соединении элементов напряжение постоянное, а деформации и скорости складываются. Поэтому, дифференцируя выражение 10.8 и складывая с 10.9, получаем выражение для скорости деформации модели в целом, т.е. уравнение состояния 10.10 на слайде. При постоянной деформации коэффициентом равным константа постоянной и начальном условии при t равном нулю решение уравнения имеет вид выражения 10.11, где t с индексом r – это время релаксации. Смысл времени релаксации ясен из выражения 10.11. На слайде показано изменение напряжений деформации и скоростей деформации в моделях а. Максвелла, б. Кельвина, в. Бенгама, шведова. Если время действия нагрузки превышает время релаксации, то любой материал проявляет вязкие свойства и течет подобной жидкости. Например, для льда такой же порядок угленистого грунта текущей консистенции. Из выражения 10.10 мы получили коэффициент равным константам, то есть при постоянных напряжении и вязкости скорость деформации также постоянная. Таким образом, модель Максвелла – это модель релаксирующей среды с незатухающей установившейся ползучести. Следует отметить, что в отличие от реальных грунтов, показан на рисунке 10.6, напряжение в этой модели релаксирует полностью. Рассмотрим модель с параллельным соединением этих же элементов на рисунке 10.8. Напряжение в элементах складывается, что дает уравнение состояние 10.12 на слайде. Интегрирование уравнения 10.12 при постоянном напряжении и начальном условии дает следующее выражение для деформации. Выражение 10.13 на слайде. Согласно 10.13 деформация возрастает от нуля до конечного стабилизированного значения. Величина называется временем запаздывания деформации. Из 10.12 видно, что при коэффициенте равном константам напряжение остается постоянным, следовательно, при параллельном соединении уплугого и вязкого элементов получаем модель нерелаксирующей среды с неустановившейся затухающей ползучестью. Если в момент t равным t со звездочкой при деформации u равном u со звездочкой произведена разгрузка, то из выражения 10.12 следует выражение для деформации 10.14 на слайде. Таким образом, после снятия нагрузки деформация уменьшается, постепенно приближаясь к нулю. В обеих проанализированных моделях деформации вызываются любой, сколь угодно малой нагрузкой. Свойства большинства грунтов деформироваться, если нагрузка превышает некоторое значение, отображается вязко-пластической моделью бенгама шведова с параллельным соединением вязкого и пластического элементов. Уравнение состояния изображено на слайде, где коэффициент это постоянное пластического элемента для глинистых грунтов, начальное сопротивление сдвигу или порог ползучести. Последовательное соединение данной модели с упругим элементом дает модель вязко-упругого пластической среды, позволяющую учесть упругие деформации при коэффициенте менее коэффициента с индексом 0. В общем, увеличивая число элементов и по-разному их комбинируя, можно приблизить реологические свойства модели к свойствам реального грунта. Однако, при этом сами модели уплотняются, утрачивая простоту и наглядность. Поэтому применительно к реальным грунтам реологические модели могут служить скорее для иллюстрации тех или иных свойств, а не для создания расчетных схем, на основе которых можно было бы создавать соответствующую теорию. Рассмотрим линейную теорию наследственной ползучести. Для описания явлений ползучести Вольцман предложил использовать интегральное уравнение вида 10-15 на слайде, где первое слагаемое дает мгновенную деформацию, второе постепенно нарастающую, определяемую некоторой функцией. Она называется ядром ползучести уравнения 10-15. Рассмотрим предпосылки и получение интегрального уравнения, выяснив смысл его ядра ползучести на примере продольной деформации при простом одноосном сжатии. Пусть в момент времени к образцу грунта приложено нормальное напряжение, равное 0,1. Тогда деформацию сжатия в любой момент времени можно записать в виде выражения 10-16 на слайде, где модуль мгновенной деформации для момента времени и деформация ползучести при сжатии единичным напряжением к моменту времени Т. Функцию S называют мерой ползучести. Если в момент времени действует постоянное напряжение, то для общей деформации в момент Т при линейной теории следует принять выражение 10-17 на слайде. Если же приложенное напряжение растет, то для приращения времени приращение напряжения составит и деформация от него будет в виде выражения на слайде. При сложении деформации от всех приращений напряжения с момента Т до момента Т суммарная деформация к моменту будет равна в виде выражения 10-18 на слайде. Складывая ее из деформации по выражению 10.17 получим выражение 10.19 на слайде. Интегрируя выражение 10.19 по частям и принимая коэффициенты, получаем выражение на слайде. Учитывая, что s равен 0 и, соответственно, коэффициент равен 1 к отношению e с индексом t, окончательно будем иметь выражение 10.20 на слайде. Сравнивая уравнения 10.20 и 10.15, видим, что они совпадают при коэффициенте, равном 0. С учетом определения коэффициентов по выражению 10.16, очевидно, что ядро ползучести с точностью до постоянной представляет скорость изменения деформации от постоянного единичного напряжения. Ядро ползучести определяется экспериментально и аппроксимируется различными формулами. Наибольшее применение получила экспэненциальное ядро в виде выражения 10.21 на слайде. Уравнение 10.15 при этом записывается в виде выражения 10.22 на слайде. Деформация грунта с ядром при постоянном напряжении выражена формулой на слайде. Заменяя переменную и интегрируя, получаем выражение 10.23. В начальный момент мгновенная осадка была равна е с индексом 0, а для стабилизированной осадки при тесте, стремящемся к бесконечности, получаем выражение на слайде, где е с индексом 0 и е с индексом бесконечность, соответственно, мгновенные и длительные модули деформации. Уравнение, аналогичное 10.15, можно записать для всех компонент тензора деформации. В них войдут коэффициенты пуассона для мгновенной части поперечной деформации, для деформации ползучести. Изменяющаяся величина зависит как от свойств грунта в момент времени, так и от продолжительности действия нагрузки, то есть промежутка, в течение которого нарастали деформации. Для деформации сдвига принимаем выражение в виде 10.24 на слайде, где g – модуль сдвига в момент коэффициент меры ползучести при сдвиге. Модуль сдвига, как и модуль продольной деформации, изменяется во времени, они связаны с зависимостью 10.25 на слайде. В теории ползучести доказано, что при постоянстве коэффициента поперечной деформации напряженное состояние грунта, как ползучей среды, совпадает с решениями тюрии упругости при одинаковых граничных условиях. Если же напряжение известно и экспериментально установлено ядро ползучести, то на основе уравнений вида 10.22 можно найти деформации для любого момента времени, а по ним как в горизонтальные, так и вертикальные перемещения осадки основания. Например, если в ряде точек по глубине основания найдены для заданного момента времени вертикальной деформации, то осадка определится интегрированием по всей глубине активной зоны основания или приближенно суммированием. Выражение 10.26 на слайде. Глубина активной зоны устанавливается по обычным правилам. Учет деформации ползучести при сдвиге. Учет сдвиговых деформаций ползучести особенно важен для сооружений, воспринимающих значительные горизонтальные нагрузки от веса грунта и воды. Возникающие в основании таких подпорных сооружений, касательные напряжения с течением времени, могут привести к развитию и накоплению деформаций ползучести. Известны длительные смещения подпорных стен, набережных со скоростью до 1 см в год, так что за несколько десятков лет смещения достигали от 50 до 80 см. Аналогично могут и развиваться деформации грунтов, откосов и склонов. Раньше была показана возможность расчета деформаций и смещений на базе наследственной теории ползучести в соответствии с выражением 10.26. Известны и другие подходы для решения задач длительной устойчивости и деформации подпорных сооружений и склонов, имеющие инженерный характер и включающие различные допущения без их строгого обоснования. Наиболее широкая из таких концепций была разработана Масловым для глинистых гунтов и названа им физикой технической теории ползучести. Она получила широкое применение на практике. Теория Маслова базируется на модели Бингама Шведова «Смотреть рисунок 10.8.10.9» с интерпретацией пластической постоянной как порога ползучести, связанного с сопротивлением грунта с дикой. Последнее представляется в трехчленной форме. На слайде выражения 10.27, где рассчитывается угол внутреннего трения при неконсолидированном и недренированном состоянии и естественной влажности сцепления связности, имеющая водно-коллоидную природу и обратимый характер, жесткое структурное сцепление необратимого хрупкого тела. По соотношению и значимости составных частей выражения 10.27 выделяются три типа грунтов, в разной мере подверженных деформациям ползучести. Первый – жесткие прочные грунты с преобладающим влиянием кристаллизационных связей и структурного сцепления. Такие грунты можно считать мало подверженными деформациям ползучести. В пластичные грунты, у которых трение практически не проявляется, структурное сцепление отсутствует и прочность определяется только сцеплением связности. Эти грунты в наибольшей мере подвержены ползучести. Причем в связи с возможностью уменьшения сцепления связности при изменении состояния грунта порог ползучести для них принимается равным нулю. Так что любое касательное напряжение приводит к развитию деформации, как для идеально вязкой жидкости. Скрыто пластичные грунты – общий случай, когда имеют значение все слагаемые. Выражение 10.27 на слайде. Для таких грунтов особым условием развития ползучести будет превышение напряжения порога ползучести, принимаемого по данному выражению на слайде 10.27, без сцепления связности по указанной высшей причине. Основное уравнение для скорости деформации с двигом можно получить, исходя из предположения о движении грунта под действием касательных напряжений в некотором слое под подошвой подпорного сооружения. На слайде рисунок 10.10. Рассмотрим смещение двух точек на границах слоя. За время Т точки 1 и 2 сдвинутся, соответственно, на х1 и х2. Так что здесь будет равен выражению на слайде. На слайде показана схема определения смещений подпорного сооружения. Поделив на Δt, получаем выражение на слайде. Переходя к пределу 3 ΔZ, стремящимся к нулю, и ΔT, стремящимся к нулю, получаем равенство производных в виде выражения 10.29. Поэтому в выражении 10.14 модели Бингама Шведова можно записать в виде выражения 10.30 на слайде. Уравнение 10.30 записываем в дифференциалах и используем для прогноза скорости деформации сдвига и смещений за определенное время в виде выражения 10.31. Найдем скорость горизонтального смещения подпорного сооружения при вертикальной нагрузке F с индексом В ширине подошвы 2Б от распределенной горизонтальной нагрузки в условиях плоской задачи. Распределение нормальных и касательных напряжений в основании от действующих по подошве нагрузок принимаем по теории линейной деформированной среды. Для касательных напряжений по оси симметрии х, равное 0, получаем выражение 10.32. По определению порога ползочести по выражению 10.28 следует учесть изменение нормального напряжения P по глубине основания. Получаем выражение 10.33 на слайде, где показаны и рассчитаны среднее для рассматриваемого слоя грунта вертикальное сжимающее напряжение. Для деформации ползучести при сдвиге также используется понятие активной зоны, где такие деформации имеют место. Нижнюю границу активной зоны определяем из условия, показанного на слайде. Подставляя выражение 10.32 и 10.33 в уравнение 10.31, интегрируем от 0 до h с индексом А, учитывая, что на нижней границе активная зона деформации отсутствует. То есть при z равном h с индексом А, v равно 0. Тогда для подошвы сооружения, то есть при z равном 0, получаем следующее выражение для скорости смещения. На слайде выражение 10.34. В практических расчетах учитывается также изменение со временем коэффициента вязкости в соответствии со следующим соотношением. Выражение 10.35 на слайде. Где рассчитаны начальные и конечные коэффициенты вязкости, а также параметры зависимости. Рассмотренная теория имеет достоинство простоты исходных положений и увязанности их с сопротивлением грунтов сдвига при учете его фитической природы. Она может применяться для расчета смещений подпорных сооружений, от косов и склонов на основе методов плоских или круглоцилиндрических поверхностей. При этом вдоль опасных поверхностей выявляется зона, в которой касательные напряжения превышают порог ползучести и по выражению 10.31 определяются скорости смещения. Вариант этой теории разработан для прогноза длительных осадок сооружений на маловлажных и линистых грунтах, в частности лесах и лесовидных грунтах. В связи с важностью в расчетах по данной теории порога ползучести и коэффициента вязкости грунта, они должны определяться экспериментально по методикам, описанным в технической и нормативной литературе. Предварительные ориентировочные расчеты по рассмотренной теории можно выполнить с использованием справочных данных. Рассмотрим расчет осадок с учетом ползучести. Это наиболее простой случай не водонасыщенных грунтов, которые могут считаться условно-однородной квази-однофазной системой. В этом случае для одномерной задачи осадки рассчитывают по приведенным ранее соотношениям с использованием экспериментально определенных параметров ползучести. Пусть определяется осадка слоя грунта мощностью h при давлении коэффициент с индексом 0 на момент времени t. По формуле 10.5 осадка за счет ползучести равна выражению 10.36 на слайде. Для получения общей осадки к значению s с индексом mt по выражению 10.36 следует прибавить осадку, рассчитанную обычным способом по стандартному модулю деформации или коэффициенту сжимаемости. По теории наследственной ползучести общую осадку в момент времени t определяем на основе выражения 10.23 и получаем выражение 10.37 на слайде. В рамках рассмотренной выше физико-технической теории ползучести устанавливать нарастание длительной осадки рекомендуется на основе уравнения 10.38 на слайде, где показана относительная деформация компрессионного сжатия при уплотняющем давлении модуль осадки по маслу и коэффициент вязкости как функция времени, определяемая по выражению 10.35. Если принять коэффициент с индексом t по выражению 10.35, проинтегрировать по выражению 10.38 от 0 до t, то осадка слоя грунта мощностью h в условиях одномерного сжатия равна расчетной формуле выражения 10.39 на слайде. Формула 10.39 использована для расчета длительных осадок оснований, сложенных лесовым грунтом. Приведенные соотношения можно использовать для приближенной оценки длительности осадок на заданное время в условиях плоской или пространственной задачи. В качестве основы следует принять схему послойного суммирования с условным ограничением сжимаемой толщи. Для каждого расчетного слоя при соответствующем давлении определяем параметр ползучести по выражению 10.6 и рассчитываем осадку ползучести на момент времени t выражения 10.40 на слайде, где показаны толщина расчетного слоя и срок длительности строительства. Если считать, что осадка S с индексом E, рассчитанная обычным способом по стандартному модулю деформации или коэффициенту сжимаемости, соответствует окончанию периода строительства, то общая осадка равна выражению 10.41 на слайде. Перейдем к водонасыщенным грунтам. Для них использование приведенных соотношений, исключая выражение 10.39, возможно только при условии полного завершения процесса фильтрационной консолидации. Для условия одномерного сжатия слоя грунта мощностью h сплошной нагрузкой p общая осадка для момента времени t большим t с индексом v приближенно равна выражению 10.42 на слайде, где s с индексом v стабилизированная осадка фильтрационной консолидации, s с индексом i, p – осадка ползучести, a с индексом 0, v – коэффициент относительной сжимаемости, t с индексом v – время окончания фильтрационной консолидации. Более общие и строгие методы расчета длительных осадок водонасыщенных грунтов предполагают учет ползучести скелета грунта, сжимаемости паровой воды, степени уплотненности и структурности грунтов. Соответствующие решения и условия их применения приведены цитовичем. Рассматриваем последний, десятый вопрос. Основы нелинейной механики грунтов, линейная и нелинейная механика грунтов, виды нелинейности, особенности нелинейного деформирования грунтов, значение методов нелинейной механики грунтов, линейная и нелинейная механики грунтов, виды нелинейности. Рассмотренные ранее закономерности и основанные на них методы решения задач механики грунтов представляют собой классическую механику грунтов, сформировавшуюся в XX веке. В ее основу положена теория предельного напряженного состояния, базирующаяся на линейном условии прочности Кулона-Мора и теория линейно-деформируемой среды, исходящая из пропорциональности напряжения и деформации, то есть закона Гука. Разработанные на базе указанных теорий методы позволили решать широкий круг задач, относящихся не только к предельному состоянию по несущей способности, лежащему вне пределов допустимой работы оснований, но и к предельному состоянию по деформации. Однако постепенно все больше выявлялась недостаточность этих теорий. Основные причины такого положения следующие. Первое. Обоснование возможности применения теории линейно-деформируемой среды к расчетам оснований связано с рядом условий. Основное из которых – ограничение действующих на основании нагрузок. Если эта ограничивающая величина расчетное сопротивление основания оказывалась значительно меньше предельной нагрузки, устанавливаемой по теории предельного равновесия, то весь интервал работы основания в пределах R меньше P меньше P с индексом преда выпадал из рассмотрения методами двух названных. Деформации и перемещения рассчитанные методами теории линейно-деформированной среды во многих случаях не совпадали с действительными. Недостаточная точность методов расчета особенно проявлялась при проектировании ответственных сооружений с жесткими ограничениями на осадке и их неравномерности. Третье. Экспериментальные исследования грунтов все в большей мере показывали, что линейные зависимости деформации от напряжения и сопротивления сдвигу от давления и другие являются только аппроксимацией нелинейных по своей сути закономерностей. Это относится и к лабораторным испытаниям образцов малых размеров и крупномасштабным опытом в лотках, полевых условиях и к натурным испытаниям. Как и в любой научной области, первоначально возникающие трудности преодолевали введением эмпирических поправок, экстраполяциями опытных данных, различными инженерными приемами в рамках разработанных теорий. Это можно проследить на методах расчета осадок по теории линейно-деформируемой среды. В них часто используются обоснованные опытом положения и приемы, иногда противоречащие исходным предпосылкам теории. Например, при расчете осадки слоистого основания распределение напряжений принимается как для однородного грунта и в то же время учитывается различие деформативных характеристик, отдельных слоев или даже однородного слоя значительной мощности, если используются результаты компрессионных испытаний. Рисунок 11.1. К аппроксимации графика S равная F, ломанной кривой, интервал R с индексом пред, особенно велик для глубоко заложенных фундаментов. Для них было предложено аппроксимировать зависимость S равная F двумя линейными участками. Рисунок 11.1 на слайде. Рассчитывая общую осадку, суммирование по формуле Шлейхера выражения 11.1 на слайде, используя на каждом участке соответствующие деформативные характеристики и давления, выражение на слайде, получаем выражение, где коэффициенты линейно-деформируемого полупространства для грунта в стадиях уплотнения и сдвига соответственно. На основе формулы 11.1 предложено также учитывать нелинейность деформирования и ползучесть грунта, рассматривая модуль деформации как функцию нагрузки и времени. Березанцевым был предложен метод определения осадки в стадии сдвига с учетом влияния зон предельного равновесия. Общая осадка представлялась в виде суммы, где составляющая рассматривалась как нелинейное дополнение определяемой по теории линейно-деформированной среды. Выражение 11.2 и 11.3 на слайдах. Приближенный прием для определения осадки за пределом линейной зависимости предложен Малышевым. Формула 11.3 представляет собой экстраполяцию осадки при P менее R с учетом того, что при P равном P с индексом U осадка неограниченно растет, то есть S с индексом P равна бесконечности. Применение формулы целесообразно. Если осадка при P равном R оказывается значительно меньше предельно допустимой, можно привести и другие приемы учета нелинейных эффектов в грунтах. Некоторые из них получили довольно широкое применение. Однако характеризованное направление не решило проблем механики грунтов по совершенствованию и повышению точности ее методов. Это связано с невозможностью описать и учесть сложные свойства и поведение грунтов, оставаясь в рамках линейных теорий. Поэтому в механике грунтов происходит переход к построению общих теорий в разработке на их основе методов расчета, учитывающих нелинейные закономерности, характеризующих поведение грунта. Это второе и основное направление развития механики грунтов, в котором используются методы, разработанные в теориях нелинейной упругости, пластичности в строительной механике. При расчете конструкции различают физическую, геометрическую и конструктивную нелинейности. Физическая нелинейность обусловлена нелинейным характером зависимости деформации и напряжения. Геометрическая имеет место, когда перемещения конструкции вызывают значительное изменение ее геометрии, формы и размеров. В механике грунтов учет геометрической нелинейности приводит к необходимости рассматривать так называемые конечные деформации, которые, в отличие от малых, нелинейно зависят от перемещения. Конструктивная нелинейность возникает вследствие изменений расчетной схемы при монтаже конструкции и ее работе. Примером может служить изменение расчетной схемы шпунтового крепления, котлована для разработки грунта, установки дополнительных распорок, бетонирования, тампонажной подушки. В общем, для грунтов оснований в их взаимодействии с фундаментными и другими конструкциями присущи все перечисленные виды нелинейности. Но главное, для формирования напряженно-деформированного состояния грунта следует считать физическую нелинейность. Ее учету посвящено наибольшее число работ в данной области механики грунтов. Особенности нелинейного деформирования грунтов. Ранее было показано, что модель грунта как линейно-деформируемой среды основана на линеаризации реальной нелинейной зависимости деформации от напряжения в ограниченном его интервале. Деформативные характеристики грунта в этом интервале принимаются постоянными. Они относятся к общим деформациям без разделения их на обратимые, упругие и необратимые, остаточные или пластичные. Не учитываются характеристиками Е, В раздельно-объемные и сдвиговые деформации, имеющие различное значение в работе грунта под нагрузкой с доведением его до предельного состояния. Поэтому разработаны схемы испытаний, позволяющие разделять эти виды деформации при различных вариантах нагружения. Последовательность изменения нагрузки с ее описанием в тех или иных координатах называется траекторией нагружения. Объемные деформации устанавливаются при гидростатическом, а сдвиговые при дивиаторном напряжении. На слайде рисунок 11.2 зависимости между деформациями и напряжениями, а объемная деформация, б деформация сдвига. В первом случае определяется зависимость между средним нормальным напряжением и объемной деформацией. На слайде три выражения, где показаны, как рассчитываются объемная деформация и среднее гидростатическое напряжение. При дивиаторном нагружении устанавливается зависимость 11.5 на слайде. Интенсивность деформации сдвига определяется через главные деформации выражением 11.6. Интенсивность касательных напряжений через главные напряжения определяется по формуле 11.7 на слайде. Фарактер зависимости 11.4 и 11.5 показан на рисунке 11.2. Из него видно, что с увеличением коэффициента объемная деформация возрастает, но стремится к некоторой постоянной величине. Напротив, увеличение интенсивности касательных напряжений приводит к неограниченному росту интенсивности деформации сдвига, то есть к разрушению грунта. Таким образом, разрушение грунта связано с развитием деформации сдвига. В общем, это согласуется с рассмотренным ранее представлением по стадийности работы оснований при росте области сдвига, хотя здесь разделение деформации на объемные сдвига имеет более четкий смысл, чем ранее на деформации уплотнения издвига. Но, как и ранее, здесь учитываются общие деформации, равные сумме уплогих и пластических, отмечаемых соответственно индексами Е и П, то есть выражения 11.8 и 11.9 на слайде. Механики деформируемого твердого тела обычно считают, при всестороннем сжатии имеют место только уплогие деформации. Считается также, что объемные деформации вызываются шаровым тензором напряжения, а сдвиговые, то есть формоизменения с девиатором напряжения. Взаимодействие между объемными деформациями и формоизменением считается отсутствующим. Из-за дискретности грунта его деформирование имеет более сложный характер. Так, при дериаторном нагружении плотного песчаного грунта к моменту разрушения происходит некоторое увеличение его объема дилатансия. Наоборот, при сдвиге образца песка рыхлого сложения отмечается его дополнительное уплотнение с уменьшением объема. Отрицательная дилатансия или контракция. При гидростатическом обжатии грунта большим давлением в межчастичных контактах могут возникать концентрации напряжений, приводящие к разрушению. Однако, обычно создаваемые в опытах нечрезмерно большие всесторонние давления уплотняют и упрочняют грунт. Сказанное выше иллюстрируется на рисунке 11.3. Кривая зависимости имеет максимум в точке А и дилатансия проявляется участком АВ, на котором объемная деформация уменьшается, так что и плотные сложения также уменьшаются при росте коэффициента Т и Т. Влияние среднего напряжения на зависимость показано на рисунке 11.3. Приведенные закономерности деформирования грунтов объясняют важное значение траектории нагружения при испытании грунтов. Только с ее учетом возможна объективная интерпретация испытаний, соответственно сопоставимость результатов обеспечивается лишь при одинаковых или близких траекториях нагружения. Рисунок 11.3 представлен на слайде. В качестве примера на рисунке 11.4 показаны траектории нагружения в координатах для четырех различных методик испытания. В стабилометрах применяемых при определении деформативных и прочностных характеристик грунтов. Первое. Увеличение вертикального напряжения при невозможности бокового расширения, сфиксации распора, компрессия. Второе. Двухэтапное испытание с всесторонним обжатием на первом этапе с раздавливанием на втором путем увеличения при постоянном боковом давлении. Третье. тоже с раздавливанием при постоянном среднем напряжении в образце. На слайде рисунок 11.4 траектория нагружения в различных методиках стабилометрических испытаний. И четвертое. Тоже с раздавливанием за счет снижения бокового давления при постоянном вертикальном. В общем случае траекторию нагружения показывают в координатах рисунок 11.5 На приведенные зависимости рисунка 11.2 11.3 влияет также вид напряженного и деформированного состояния оцениваемым параметром ЛОД определяемым по соотношению выражений 11.9 и 11.10 для напряжения и аналогичным для деформации. На слайде выражение 11.10 Для всех показанных на рисунке 11.4 методик испытаний на стабилометре с раздавливанием образцов и соответственно с данными коэффициентами при плоской деформации. Поскольку при всевозможных соотношениях главных напряжений и деформации параметры коэффициентов изменяются в интервале от минус 1 до плюс 1 их удобно использовать для характеристики и классификации различных видов напряженных и деформированных состояний. На слайде рисунок 11.5 траектория нагружения а гидростатического б дилиаторного разгрузка грунта то есть уменьшение коэффициентов обнаруживает наличие упругих и пластических деформаций причем с увеличением доля пластической в общей деформации сдвига возрастает при некотором пределах для данного грунта значений возникает состояние неограниченного пластического деформирования называемого течением грунта. Таким образом указанную ранее стадийность работы грунта в основании фундамента справедливую также для отдельного образца грунта можно уточнить так. По мере роста нагрузки грунт переходит из линейно-упругого в нелинейно-деформируемое пластическое состояние и далее в состояние текучести то есть предельное. Результаты испытаний на стабиломедрах удобно представить на общем графике совместив зависимости как это показано на рисунке 11.6 Такой график называют паспортом деформирования и прочностью грунта для данного вида напряженно-деформированного состояния. На слайде выражения 11.1 11.1 11.1 11.12 11.13 Линейная зависимость 11.11 на рисунке 1.6 соответствует окта аэгрической теории прочности мизиса водкина поскольку среднее напряжение равно нормальному напряжению на окта аэгрической площадке равно наклоненные косям главных напряжений а интенсивность пропорционально окта аэгрическому касательному напряжению то есть выражение на слайде на слайде рисунок 11.6 паспорт деформирования и прочности грунта выражение 11.14 представляет собой условие прочности в отличие от условия кулона мора учитывающая все три главных напряжения в некоторых случаях оно используется для песчаных и крупнообломочных грунтов наряду с условием кулона мора на основе обобщения экспериментальных данных предложены различные формулы для нелинейной зависимости выражения 11.13 например для песчаных грунтов можно использовать формулу 11.15 на слайде для глинистых грунтов предложена формула 11.16 на слайде в формулах 11.15 и 11.16 А Б С Д Н экспериментально определяемые параметры закона деформирования 12.16 Значение методов нелинейной механики грунтов Методы нелинейной механики грунтов и получаемые с их помощью решения включают следующие компоненты являющиеся одновременно условиями реализации этих методов 1. Результаты тщательных экспериментальных исследований механических свойств грунтов с учетом таких особенностей их деформирования как взаимовлияние деформации объема и формы дилатанции траектории нагружения вида напряженного состояния и других эффектов Методы и аппарат механики сплошной среды прежде всего нелинейной теории упругости теории пластичности и ползучести Численные методы с их реализацией с помощью специализированных программ Результаты получаемые в нелинейных решениях как правило не отменяют установленные ранее закономерности взаимодействия конструкции и грунтов в качественном отношении Замкнутые аналитические решения в нелинейной механике удается получить лишь для немногих частных задач В то же время методы нелинейной механики грунтов позволяют решать задачи определения напряженно деформированного состояния оснований и массива в грунтов любой сложности повысить точность определения напряжений деформации осадок фундаментов контактных напряжений по их подошве сблизив результаты расчета с данными опытов и натурных наблюдений объяснить расхождение результатов получаемых по линейной теории с экспериментальными данными по характеру изменения напряжений и деформаций по глубине и в плане проводить численное моделирование устанавливая степень влияния различных геотехнических факторов на необходимые проектные параметры таким образом применение методов нелинейной механики грунтов поднимает ее на более высокий уровень однако использование и этих мощных методов не отменяет того что в процессе расчетов и проектирования инженер имеет дело с идеализированной действительностью ее моделью или расчетной схемой реальные геологические условия и свойства грунтов в них не могут быть полностью учтены поэтому принятие проектных решений требует особого внимания к выбору модели и анализа влияния не учитываемых его факторов представлены контрольные вопросы СРС и список использованной литературы также представлены ссылки на видео но к сожалению не удалось показать видео но по данным ссылкам вы сможете уважаемые студенты пройти и посмотреть обучающие видеоролики по пройденному и изученному нами второму разделу дисциплины механика грунтов основания и фундаменты для профессионального обучения субтитрия